Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл бесед о проблемах современной молодежи. И сегодняшняя наша встреча посвящена проблеме современности молодежи, в частности, наркотикам, употребления наркотиков в молодежной среде. В нашей беседе сегодня принимает участие главный специалист отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями Павел Сергеевич Иванов. Добрый день! Добрый день! И первый вопрос, каким образом сейчас, в наше время, диагностируются молодые люди, употребляющие наркотики? Знаете, если сказать, наверное, даже в целом, в целом о всех гражданах, то можем отметить социально-психологическое тестирование, которое проходит учащийся в школах. Это такая процедура, она ежегодная, и по согласию родителей, либо иных законопредставителей, учащихся проходят данные тестирования, которые именно способствуют тому, чтобы выявить на самых ранних стадиях возможного потребителя наркотических средств. Также, конечно же, при проведении плановых, ежегодных, специализированных медицинских осмотров, при прохождении врача-нарколога, сразу же тоже выявляются данные факты. Ну и, конечно же, выступает информация от сверстников, от каких-то там приятелей, от соседей, то, что какой-то гражданин подозревается в употреблении наркотических или психоактивных веществ. Вот, наверное, основные такие моменты выявляются. А что касается диагностики, то диагностика осуществляется фельдшером скорой медицинской помощи, если был осуществлен вызов, да, и приехал карета скорой помощи на место, вот, далее уже при попадании в премный покой дежурным врачом, и, конечно же, уже в стационаре, либо, непосредственно, в поликлинике, врачом-наркологом. Скажите, пожалуйста, всегда ли это должно быть в обязательном порядке, ну, должно быть добровольное решение человека, который подозревается в употреблении наркотических веществ? Или же есть какие-то вынужденные меры, когда не требуется согласия? Подосвятиствование? Да. Ну, вот, лично сталкивался с такой практикой, когда инспектор ДПС останавливает автовладельца, есть подозрение на то, что он находит в состоянии алкоголя или наркотического пьянения. И в данном случае, конечно же, человек может отказаться, но уже лишится права на управление транспортным средством. Поэтому, в основном, скажем так, законам подписано, что если есть требования к закону, то его нужно исполнять. Спасибо. Существует несколько мифов о наркотиках. Вот один из самых распространенных – это, что наркотики делятся на легкие и тяжелые. Так ли это? Что касается этого мифа, ни наркологи, ни юристы не делят наркотические средства на легкие и тяжелые. Ну, несколько, наверное, подробнее об этом можно сказать. Легкие и тяжелые – это имеется в виду степень их воздействия. Насколько быстро потребитель, назовем таким сленгом, втянется в потребление, и насколько быстро они окажут свое пагубное воздействие на организм человека. В целом, все эти наркотические средства являются психоактивными веществами и одинаково вредны для человека. Ну, и еще один миф о том, что легализация наркотических веществ решит проблему наркомании. Как вы считаете? Несколько, наверное, утопичное суждение. Конечно же, есть такая поговорка, что запретный плод сладок, который говорит, что, возможно, когда есть какие-то ограничения, запреты, будь то свободное ношение нестребленного оружия, запрет до определенного воздействия употребления табачных изделий, алкогольных. Но я думаю, что с легализацией ситуация изменится лишь только в обратную сторону. Это даже, наверное, неоспоримый факт. И еще один миф о том, что существуют зависимости разные от нелегальных наркотиков, в том числе, да, то, о чем мы сейчас говорим, и от легальных, типа кофе, чая, табака, алкоголя, как вам такое оправдание? Ну, мне кажется, что вы уже своим вопросом ответили на данный вопрос. Конечно же, это оправдание. У человека существуют привычки. У кого-то есть привычка перед сном пить чай. Некоторые любят с утра выпить кружку кофе. Да, здесь вопрос привычки. У нас очень много привычек. У человека есть свои принципы, есть у кого-то свои суеверия. Это такой вот некий, может быть, сдерживающий такие вот факторы, да, от которых нам бывает сложно отказаться. Поэтому я вот сказал бы, что зависимость бывает психологическая и, наверное, физиологическая. Вот к психологическому можем отнести, о чем мы уже проговорили, утром выпить кружку кофе. Может быть, какая-то будет особенность в блюдах, да, мы от нее можем избавиться. Можем ее видоизменить. Вместо кофе, кстати, употреблять, допустим, свежевыжатый сок. Он будет более полезен и для зубной эмали. Но это спорное выключение по поводу свежевыжатого сока с утра. Согласен. Ну, как одна из альтернатив хотя бы есть, и она не настолько будет, конечно же, вредна. А что мы будем говорить о уже зависимости физиологической, вот как раз-таки ее и могут вызывать наркотические вещества. Ну, вот вы точное слово сказали. Привычка, да, у нас есть привычки, и употребление наркотиков относится к вредным привычкам. И очень важно заниматься профилактикой. Вам, как человеку, который с этим сталкивается, непосредственно по роду деятельности, известно, наверное, что ведя профилактическую деятельность, любые специалисты организации, которые этим занимаются, все-таки больший акцент делают на вред, принесенный здоровью при употреблении наркотических веществ. Но стоит отметить и важность информирования людей о ответственности правовой, уголовной, административной, которые следуют за употребление, хранение, распространение наркотических веществ. То есть существуют какие-то документы, которые регламентируют это. Да, конечно. И прежде всего данный вид ответственности предусмотрен статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья называется «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Также «Незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, создающих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Такое очень массивное название данной статьи, но оно содержит в себе абсолютно все данные действия. То есть здесь не звучит слово «употребление», но уже подразумевает заголовник то, что приобретение с целью употребления, либо дальнейшие продажи. Ответственность довольно-таки серьезная. От 40 тысяч рублей до 15 лет лишения свободы. Ну и если продолжать разговор о профилактике, о профилактической работе с населением, то, наверное, очень важно продемонстрировать людям альтернативу тому той эйфории, которая возникает при употреблении наркотических веществ, я имею в виду то, что люди, занятые какой-то интересной деятельностью, не будут заинтересованы в том, чтобы каким-то образом себя еще взбудоражить, скажем так. Согласны ли Вы с тем, что нужно информировать молодежь о том, какие организации, какие клубы, объединения существуют в городе для того, чтобы организовать их в досуг? Безусловно, безусловно. Конечно же, данная работа проводится, но, тем не менее, лишний информационный охват лишний не будет. Безусловно, когда у человека масса времени заняты какими-то полезными делами, интересными, хобби, у него вряд ли будет появляться какая-то мысль о том, чтобы, скажем так, сойти с правильного пути, уйти в несколько под другое течение. Безусловно. Как один из вариантов, большинство моих знакомых, друзей занимаются волонтерской деятельностью. У них это вызывает массу эмоций от того, что они могут сделать город краше, создать какой-то арт-объект, благоустроить общественную территорию, просто собраться с всеми разными какие-то волонтерские слеты, объединяющие, обучающие мероприятия. Также масса экстремальных видов спорта, доступных, в частности, и для наших горожан. Велопарк. Я думаю, что спуски по велотрассе, которую построил Геннадий Петрович Чесноков, ну, не оставит без адреналина ни одного человека. Кайт-школа на озере Имандра. Абсолютно можно бесплатно поучаствовать, присоединиться. Пожалуйста, информация запущается в социальных сетях, ну и много-много-много другое. Конечно же, сейчас ограничения по распространению коронавирусной инфекции внесли свою такую поправку. Ну, я думаю, что ситуация нормализуется, придется ухо взросло. А так заниматься индивидуально вполне возможно, даже нужно. Ну, и давайте подведем итог нашей беседы. Определим некие основополагающие факторы, которые способны повлиять на эффективность этой деятельности. Вот организации, которые занимаются с молодежью и в целом работают в большом коллективе, необходимо учитывать прежде всего этот информационный охват, допоминать, говорить людям о том, что существует такой вид ответственности, как уголовная. Потому что не каждый задумывается. Часто мы эгоистичны. Поверьте, что если будет ответственность по такой статье, то детям, даже внукам будет крайне сложно, почти невозможно, устроиться на службу в орган внутренних дел. Мы говорили уже о органах Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны. Проблемы будут даже у юношей при поступлении на срочную службу в ряды вооруженных сил. С таким тоже сталкивались. Увы. Увы. Ответственность уголовная. Мы, к сожалению, замечаем иногда на фасадах зданий рекламу, так называемой наркографити. Работа, указана привлекательная заработная плата. Да, не исключены случаи, так и бывает. Люди откликаются и становятся распространителем наркотических средств. Легкие деньги, но не особо задумываясь о своей перспективе. И буквально отработав, может быть, кто-то неделю, кто-то месяц, потом, в ходе оперативных мероприятий, вас заводится уголовное дело, и человек отправляется на свои долгие 10-15 лет в места лишения свободы. Поэтому стоит, прежде всего, думать, не кидаться на эту легкую наживу, больше информировать об альтернативах проведения активного досуга. Ведь у нас в городе его предостаточно. Ну и, конечно же, наверное, да не наверное, а точно, именно своим собственным примером, особенно касается руководителя организации, говорить об этом, говорить о том, как нужно формировать этот здоровый образ жизни и доносить до молодежи. Наверное, так. Благодарю вас за содержательную беседу. До новых встреч!